В Красноярском крае дан старт второму этапу велопробега «Сердце километры». Это особый проект телеканала «Енисей», который разбивает стереотипы, развенчивает мифы об усыновлении и даёт возможность ребятам найти новую семью. А взрослым помогает понять, что каждый ребёнок достоин того, чтобы стать любимым и нужным. То, как это важно для ребёнка, а особенно для подростка, Геннадий Стрижекозин знает на своём опыте. В два года он попал в детский дом, а в 11 лет его приняли в патронатную семью. Он говорит, труднее всего сохранить доверие в отношениях между ребёнком и взрослым. Ведь невыполненные обещания или обидные слова, в которых родители не видят ничего страшного, могут нанести болезненную рану хрупкой детской душе. И в то же время обретение семьи – это большое счастье. Я, наверное, стал маленьких детей любить. До этого, так сказать, между собой, что мы там, где смотрим, то стычки, то ещё что-нибудь. Ну и мы просто там дурачимся. А тут с серьёзностью начало относиться к детям, с осторожностью. Потому что, ну, можно обидеть так ребёнка, что он потом, ну, к тебе никогда больше не подойдёт. Даёт очень любви много, семья приёмная. Прошлогодний велопробег оставил незабываемые впечатления, признаётся Геннадий. И к новому этапу он уже готовится в полную силу. Самое главное, чтобы как можно больше детей и взрослых на этом длинном пути нашли друг друга, говорит парень. Миллионы детей, брошенных судьбой, мы все вместе спасём, заберём домой, заберём домой. Детские глаза смотрят на тебя, что увидишь ты, для себя скажи. В честь старта второго этапа проекта в Красноярске прошёл круглый стол. Обсудили организационные вопросы, маршрут, поделились сложностями и надеждами. Сердце километры пролегли через душу каждого человека, заставив решиться на серьёзные откровения. Почему вот наш город принял приглашение, когда я узнала вопрос о том, что готов ли город Назарова принять участие. Я ответила, конечно же, готов, сразу не раздумываю. Потому что я, буду говорить честно, последние три года очень часто думаю над тем вопросом, который вы завтра в самом начале круглого стола. Готова ли я усыновить и училить ребёнка. 10 городов и 700 километров пути. И на каждой остановке ребят ждёт тёплый приём, интересная программа, выступления и мастер-классы. Тех, кто уже нашёл свою семью с нетерпением, ждут воспитанники детских домов, чтобы услышать их счастливые истории и тоже поверить в чудо. Ведь для него есть место в жизни каждого ребёнка, считают специалисты. Всё это не проходит бесследно, потому что количество людей, которые хотят принять ребёнка, оно возрастает из года в год, изо дня в день. И динамика совершенно положительная. Плюс 10, 15 и так далее, 20 процентов. У нас всё получится. Собственно, эту задачу главную мы перед собой ставим. И готовы к большим достижениям, большим победам. Я хочу сказать, что мы используем весь наш ресурс, который у нас есть. Мы стараемся подключать к этому проекту известных лиц. Многие знаменитости уже поддержали проект «Церси-километры». Это и заслуженная артистка России Наталья Крачковская, и народная артистка РСФЦР Надежда Бабкина, и известные эстрадные исполнители Владимир Просняков Наталья Подольская, Вера Брежнева. С радостью к велопробегу подключились и красноярские студенты-волонтёры. Наша деятельность связана с социальной работой, то есть помощь различным категориям населения, в том числе и детям, которые в этом нуждаются. И вот «Сердце-километры», получается, тоже связано с этим. И мы хотели бы принять в этом участие и поддержать этот проект. Мы надеемся, что этот проект поможет меньше создать такую ситуацию, чтобы было сирот намного меньше в Красноярске и в России в целом. Он вообще важен любому человеку, который задумывался, может быть, когда-нибудь над патронажем или над тем, чтобы взять ребёнка в семью на постоянной основе. А если человек думает об этом, он должен пропустить это через сердце. Телеканал «Енисей» тоже приглашает всех жителей края присоединиться к проекту «Сердце-километры». Делайте фотографии с логотипом проекта и делитесь ими в социальных сетях с хэштегом «Сердце-километры». А может быть, кто-то из вас почувствует в себе готовность тоже отправиться в наш велопробег, чтобы познакомиться с детьми, удивиться их талантом, открытым улыбкам и светлым глазам, полным надежды. Анна Московских, Надежда Проскурина, Виталий Князев, Николай Островский. Новости.